Эту машину мир ждал еще с 2010-го, когда вышло второе поколение Туарег. Затем обновился Каен и все с нетерпением предвкушали, каким же будет Q7 на той же платформе. Но немцы не спешили с ответом и тянули еще целых пять лет. Они проигнорировали вторую платформу Туарега и Каена и решили кардинально изменить тенденцию. Пусть теперь новые Volkswagen и Porsche делаются на базе Audi, а не наоборот. В итоге новый Q7 построили на платформе MLB, общей с Bentley Bentayga. Ничего так заявочка. И что получилось? Первое, что я подумал, когда впервые увидел машину вживую, это что? Новый A6 Allroad? Че за универсал? Пытаясь визуально облегчить автомобиль и выделиться в классе кроссоверов, дизайнеры, походу, переиграли самих себя. Увы, внешность Q7 потеряла брутальность и вау-эффект, за который у нас и покупают такие машины. На официальных фотках Q7 показывают в основном сзади или с низкого ракурса. Вот так. Но вживую, с высоты человеческого роста, она выглядит приземисто, что не особо вяжется с нашим видением кроссоверов. Нет, она безусловно красивая и гиперсовременная. Но, по-моему, в ней нет той крутости, за которую хочется отвалить 100 штук. Или, может быть, я ошибаюсь? Напишите в комментариях. Ситуацию отчасти исправляет S-Line пакет, который слегка утолщает силуэт за счет порогов, бамперов и огромных дисков. Наша машина весит 100 тысяч баксов. И внешне, кроме S-пакета, отличается еще и новыми матричными фарами. Здесь десятки диодов, которые могут невероятным образом контролировать поток света, освещая все перед автомобилем, но при этом не ослепляя встречных водителей. Нет, вам не показалось. Она стала еще длиннее. 505 сантиметров. Теперь эта колбаса самая длинная в классе. И почти догоняет Mercedes GL. Но при этом стало легче на 325 килограмм. Удивлены? Но на самом деле это не так уж и много, с учетом 10 лет разницы между поколениями. В угоду узнаваемости модели дизайнеры решили сохранить весьма необычное строение задней двери. Фонари по-прежнему полностью размещены на крышке. Маркетологи Audi очень не любят сравнения с Volkswagen. Но что поделать, если именно на народных моделях немцы обычно тестируют новые технологии, которые потом достаточно успешно приживаются на других брендах концернов. Вот так открыванием двери футбольным движением уже не похвастаешься. Мы уже видели это на седьмом Passat, но от этого функция не стала менее удобной. И не надо мне тут рассказывать про пробегающих котов. Для того, чтобы дверь открылась, нужно стоять рядом и иметь ключ в кармане. Зацените, шторка здесь на специальных приводах открывается и закрывается вслед за крышкой багажника. Прикольно. Итак, 890 литров. Да, это дофига. Ведь Q7 все еще может быть семиместной машиной. У нас же кресел в салоне 5 и сэкономленное место достается багажу. Погрузочная высота кажется великоватой, но пневматика, конечно же, может ее уменьшить. Внутри все в стиле ауди. Добротно, продумано, дорого. Так, а что под фальшполом? О боже, нет, как я ненавижу эту ваговскую докатку. У меня точно такая же в Туареге. И поверьте, она успешно накачивается только первый раз. Потом, чтобы поместить ее обратно в багажник, нужно спускать. И после этого резина слегка съезжает с диска, и последующие накачки родным насосом уже практически нереальны. У меня такое случалось уже дважды, и особенно повезло в последний раз. Ночь, мороз, окраины Мариуполя, полная темнота. Мои матюки, наверное, слышали даже в оккупированном Донецке. Уже, наверное, только под утро я нашел нормальное СТО с мощным компрессором, где ее смогли раскачать. Потому что даже на ночных шиномонтажах резину клеить отказывались. Так, ну что, сняли? А почему мы вообще с багажника начали обычно? Салон сначала снимаем. Внутри Audi расстроило. Дубовый пластик, дешевый корзам и кривая сборка. Если вы поверили моим словам, значит, вы ничего не знаете об Audi. Салон Q7 ничем не удивил. Он предсказуемо безупречен. Космос? Я часто говорил это слово в тестах других машин. Забудьте, настоящий космос здесь. Жаль, Гагарин не дожил. В его ракете точно было меньше кнопок и огней. Да, миллион кнопок, крутилок, экранов, рычажков и надписей. И при этом каждый элемент – часть одной единой дизайн-концепции. Художники из Ингольштата не зря едят свой хлеб. И об этом не забываешь даже ночью, когда в салоне оживает диодная подсветка. Синяя, красная, зеленая. Да, в принципе, хоть серо-буро-малиновый цвет. Выбирайте сами. Когда впервые садишься за руль Q7, то немного смущает размещение торпеда. Видимо, конструкторы хотели придать Q7 образ легкового автомобиля. В итоге торпеда практически ложится на колени, а линии окон, наоборот, приподняты. И поначалу кажется, зачем они так, это же кроссовер. Но потом быстро привыкаешь и не понимаешь, как оно могло бы быть по-другому. Уже два дня езжу и не мог понять, кого мне так напоминает интерьер. Вспомнил, Passat B8. Очень много общего. Дефлекторы через все торпеда, экран еще вместо панели приборов и даже линии подсветки. Нашу машину внутри очень меняет пакет S-Line. Казалось бы, мелочь, черный потолок, но так добавляет уюта. Как я люблю. Обратите внимание, как завален экран в панели приборов. Слегка непривычный, но зато бликов на нем никогда не бывает. Монитор реально огромен и дает столько информации и функционала, что привычный центральный дисплей оказывается почти ненужным. Ведь сюда теперь даже карты навигации выводятся. А гляньте, сколько кнопок на руле. Больше, пожалуй, только у Peugeot. Вы спросите, удобно ли это? В машине фактически нет тачскринов. Да и черт с ними. Практически за каждую функцию отвечает отдельная кнопка. Да, их очень много, но запоминаешь за два дня. По-моему, это быстрее и удобнее, чем рыться в меню мультимедийки на экране, разыскивая подогрев руля или отключение ESP. Рычаг коробки одновременно является упором для руки, чтобы в движении пользоваться джойстиком и тачпадом. И это реально удобно. Я уже приловчился, не глядя, вбивать поиск улицы и контакты в телефоне. Супер! У нас в машине стоит система BOW с усилителем и сабом в багажнике. Звучит отлично, но чтобы поймать настоящий кайф, нужны еще грибочки. Ну, вы же меня поняли, имею в виду Бэнк Эд Олафсен. С эргономикой все отлично. Особенно после Туарега посадка для меня здесь как родная. Хотя единственное, Q7 внутри кажется намного шире. Да и дверной проем немножко больше, что с моим ростом не может не радовать. Короче, за салон ставлю твердую пятерку. В моем личном рейтинге Q7 уверенно делит первое место с XC90. Да, Volvo за счет обилия кожи на торпедо и дерево выглядит роскошно. Но Audi реально качественно не собран. И к тому же делает абсолютно всех по удобству и скорости работы системы. В рейндж-ровере все портит мультимедиа. Салоны Mercedes я не люблю, BMW не понимаю, а Cayenne, ну, уж слишком спортивный. В этом поколении Q7 еще увереннее входит в список машин для езды с водителем. Да, на втором ряду это еще далеко не рейндж-ровер. И тем более не S-класс. Но 200-му Крузеру и LX Q7 запросто даст фору. Вот они, плюсы длиннющей колбасы. Место здесь просто навалом. И это при том, что у меня рост 1,93 м и переднее кресло настроено под меня. Столько места я уже даже не припоминаю в других машинах. Это супер. Итак, три раздельных кресла, как всегда, выглядят не очень уютно, но на самом деле очень удобные. Наклон, регулировки, дефлекторы здесь и там, четырехзонный климат, высокий подлокотник, подогрев. А еще здесь могут быть и фирменные съемные планшеты. Но есть и замечания. Тоннель все-таки высоковат. И, конечно, хотелось бы электропривод спинок сидений, как в новом Lexus RX. Да, балованные мы уже. Недавно посмотрел тест Петровского, где он реально обосрал XC90 и спел оду Audi. Я тогда подумал, что это заказуха. Как вы знаете, мы не берем денег за тесты, а Audi, в принципе, даже на инфокаре рекламу не размещает. Поэтому я, как всегда, не предвзятый, могу говорить абсолютно то, что думаю. А думаю я, что на дороге это самый сбалансированный автомобиль в классе. Невероятно сбалансированный во всем. Он одновременно динамичный и экономичный. Невероятно комфортный и при этом хорошо рулится. Не могу сказать, что он лучший в каждой дисциплине, но он великолепен в сумме. Несмотря на то, что мощность двигателя номинально практически не увеличилась. Здесь 249 лошадок. Но разгон до сотни заявили в рамках 7 секунд. 6,9 по паспорту. И достигнуто это, конечно же, в первую очередь за счет снижения массы. Более чем на 3 центнера. И, я думаю, все-таки есть заслуга новой коробки передач. Но в любом случае, эту цифру надо проверять. Мы разогнались ровно за 7 секунд. То есть, фактически подтвердили характеристики. Это даже быстрее, чем Каен с таким же мотором. При этом расход у Ауди заявлен на пол-литра меньше. Да, конечно, по факту получается немного больше. Где-то 9-10 по городу. Но, согласитесь, для этого класса очень хорошо. Однако, не стоит искать Q7 Sport. Может, в будущем мы и получим версию S или RS. Возможно, с мотором 4.2. Но, пока на первом месте здесь комфорт и никакой агрессии. Новый 8-ступенчатый ZF настроен на плавную работу даже в режиме Dynamic. Самое впечатляющее, это, несомненно, подвеска. Но, для того, чтобы правильно ее оценить, давайте для начала разберемся с дисками. У нас здесь 20-е катки. И вы, конечно, скажете, ого, да это же жестко. Но, на самом деле, диаметр дисков напрямую на комфорт не влияет. На шинах здесь написано 285-50-R20. И, как оказалось, даже не все специалисты в салонах до конца понимают, что это означает. Итак, R20, как ни странно, это не радиус, а диаметр в дюймах. А буква R означает, что шина радиальная. 285- это ширина протектора в миллиметрах. А цифра 50- это не совсем высота шины. Это значение высоты покрышки в процентах от ее ширины. В данном случае почти 14,5 сантиметров. Что, к слову, даже больше, чем у меня в Тореге, несмотря на то, что диски там 18-ые. Но оказалось, что такие высокие шины, небольшая хитрость, я так понимаю, импортера или дилера. Дело в том, что в стоке здесь должны стоять колеса 285-45-R20. То есть более низкопрофильные. Но и на этих колесах машина все равно отлично держит дугу в повороте. У нас здесь стоит пневматика, и она, конечно, очень сильно влияет на комфорт. Плюс отличная шумка днища и арок. Я уже даже слышал сравнение Q7 с S-классом. Нет, не подтверждаю. По подвеске Q7 это далеко не S-класс и совсем не Nissan GTR. Но она, похоже, самая комфортная в своем классе, если не считать большой рейндж-ровер, который и стоит в полтора раза дороже. Но самое главное, что этот комфорт не вынуждает вас закрыть глаза на управляемость, как это бывает в случае с японцами. Нет, оставаясь очень мягкой, Q7 не дает ни вертикальной раскачки, ни утомляющих кренов в поворотах. На скорости пневматика понижает креринг до 17 см, и автомобиль идет как по рельсам. Если на своем Туареге я могу уверенно ехать по трассе со скоростью до 180 км в час, то здесь запас плюс 20 км, не меньше. И я имею в виду ту скорость, при которой еще можно плюс-минус уверенно маневрировать. А так максимально мне удавалось положить стрелку на 220. И при этом в Q7 все еще сохраняется относительно нормальный акустический комфорт. И в этом плане она опять самая-самая в классе, где-то на уровне с Lexus RX. Руль не такой острый, как, к примеру, в Каене, но при этом претензий к нему у меня не возникает. Достаточно легкий на парковке и достаточно тяжелый на трассе. Не то чтобы стопроцентная отзывчивость или мегаинформативность, но именно то, что нужно большому и быстрому кроссоверу. Не меньше, не больше. Что касается управляемости в целом, то, я думаю, окончательный вердикт был бы актуален после теста Q7 с поворачивающимися задними колесами, как в Porsche 911, но в нашей машине такой опции нет. Единственное, что смущает во всем этом обилии наворотов, как всегда, надежность. У нас практически новая машина, но уже часто выскакивают какие-то ошибки и глюки электроники. То пневматика неисправна ей, то датчики шин не работают. Потом после перезавода двигателя все пропадает, но все-таки. Возможно, надо обновить прошивку, но с учетом обезбашенных цен на обслуживание и ремонт Audi, сегодня имею в виду официальный сервис, с таким лучше не шутить. Я давно замечаю, что многие обыватели считают систему Quattro особым типом полного привода, который есть только у Audi. Но это на самом деле не так. Quattro это популярная распиаренная торговая марка. Этим словом немцы называют все свои модели, у которых есть привод 4х4. Хотя сами приводы между моделями вполне могут отличаться и использовать достаточно популярные технологии. В данном же случае на Q7 установлен простой и давно известный, но от этого не менее крутой и эффективный дифференциал Торсен последнего поколения. Такой же, как и на Туареге, Прадо и не только. Но в случае с Audi на бездорожье ему, увы, не будут помогать ни жесткие блокировки, ни пониженный ряд передач. Но, по моему мнению, это правильно. Q7 уж точно не та машина, на которой кто-то полезет в глушь. А с повседневной грязищей и снегом Торсен справляется на ура. И это я вам говорю, как владелец Туарега с таким же приводом и тоже без блокировок. К тому же в Q7 также есть пневмоподвеска, которая в случае необходимости может поднять клиренс до 23 см. Давайте вспомним, что главное преимущество Торсена, то, что система практически полностью механическая и абсолютно самостоятельно может перераспределять крутящий момент в зависимости от нагруженности и пробуксовки отдельных колес. То есть делает она это чисто физически, самостоятельно и не тратит на срабатывание никаких долей секунды. Это очень надежно, это эффективно, но недостатком является то, что она не позволяет задать гарантированное распределение тяги, например, 50 на 50 или 90 на 10. И в те моменты, когда Торсен не справляется с задачей, ему на помощь приходит электроника. То есть система ESP определяет, какое из колес прокручивается и притормаживает его тормозной системой, таким образом отдавая крутящий момент на нагруженные колеса. Именно так работает привод кваторов Audi Q7 в теории, что на практике мы сейчас посмотрим. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Пока инженеры Audi Добавил DimaTorzok 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 Эту машину мир ждал еще с 2010-го, когда вышло второе поколение Touareg. Затем обновился Cayenne, и все с нетерпением предвкушали, каким же будет Q7 на той же платформе. Но немцы не спешили с ответом и тянули еще целых пять лет. Они проигнорировали вторую платформу Touareg и Cayenne и решили кардинально изменить тенденцию. Пусть теперь новые Volkswagen и Porsche делаются на базе Audi, а не наоборот. В итоге новый Q7 построили на платформе MLB, общей с Bentley Bentayga. Ничего так заявочка. И что получилось? Первое, что я подумал, когда впервые увидел машину вживую, это что? Новый A6 Allroad? Че за универсал? Пытаясь визуально облегчить автомобиль и выделиться в классе кроссоверов, дизайнеры, походу, переиграли самих себя. Увы, внешность Q7 потеряла брутальность и вау-эффект, за который у нас и покупают такие машины. На официальных фотках Q7 показывают в основном сзади или с низкого ракурса. Вот так. Но вживую, с высоты человеческого роста, она выглядит приземисто, что не особо вяжется с нашим видением кроссоверов. Нет, она, безусловно, красивая и гиперсовременная. Но, по-моему, в ней нет той крутости, за которую хочется отвалить 100 штук. Или, может быть, я ошибаюсь? Напишите в комментариях. Ситуацию отчасти исправляет S-Line пакет, который слегка утолщает силуэт за счет порогов, бамперов и огромных дисков. Наша машина весит 100 тысяч баксов. И внешне, кроме S-пакета, отличается еще и новыми матричными фарами. Здесь десятки диодов, которые могут невероятным образом контролировать поток света, освещая все перед автомобилем, но при этом не ослепляя встречных водителей. Нет, вам не показалось. Она стала еще длиннее, 505 сантиметров. Теперь эта колбаса самая длинная в классе. И почти догоняет Mercedes GL. Но при этом стала легче на 325 килограмм. Удивлены, но на самом деле это не так уж и много, с учетом 10 лет разницы между поколениями. В угоду узнаваемости модели дизайнеры решили сохранить весьма необычное строение задней двери. Фонари по-прежнему полностью размещены на крышке. Маркетологи Audi очень не любят сравнения с Volkswagen. Но что поделать, если именно на народных моделях немцы обычно тестируют новые технологии, которые потом достаточно успешно приживаются на других брендах концернов. Вот так открыванием двери футбольным движением уже не похвастаешься. Мы уже видели это на седьмом Passatine, но от этого функция не стала менее удобной. И не надо мне тут рассказывать про пробегающих котов. Для того, чтобы дверь открылась, нужно стоять рядом и иметь ключ в кармане. Зацените, шторка здесь на специальных приводах открывается и закрывается вслед за крышкой багажника. Прикольно. Итак, 890 литров. Да, это дофига, ведь Q7 все еще может быть семиместной машиной. У нас же кресел в салоне 5 и сэкономленное место достается багажу. Погрузочная высота кажется великоватой, но пневматика, конечно же, может ее уменьшить. Внутри все в стиле ауди. Добротно, продумано, дорого. Так, а что под фальшполом? О боже, нет, как я ненавижу эту ваговскую докатку. У меня точно такая же в Туареге, и поверьте, она успешно накачивается только первый раз. Потом, чтобы поместить ее обратно в багажник, нужно спускать, и после этого резина слегка съезжает с диска, и последующие накачки родным насосом уже практически нереальны. У меня такое случалось уже дважды, и особенно повезло в последний раз. Ночь, мороз, окраины Мариуполя, полная темнота. Мои матюки, наверное, слышали даже в оккупированном Донецке. Уже, наверное, только под утро я нашел нормальное СТО с мощным компрессором, где ее смогли раскачать, потому что даже на ночных шиномонтажах резину клеить отказывались. Так, ну что, сняли? А почему мы вообще с багажника начали обычно? Салон сначала снимаем. Внутри ауди расстроило. Дубовый пластик, дешевый корзам и кривая сборка. Если вы поверили моим словам, значит, вы ничего не знаете об ауди. Салон Q7 ничем не удивил. Он предсказуемо безупречен. Космос? Я часто говорил это слово в тестах других машин. Забудьте, настоящий космос здесь. Жаль, Гагарин не дожил. В его ракете точно было меньше кнопок и огней. Да, миллион кнопок, крутилок, экранов, рычажков и надписей. И при этом каждый элемент – часть одной единой дизайн-концепции. Художники из Ингольштадта не зря едят свой хлеб. И об этом не забываешь даже ночью, когда в салоне оживает диодная подсветка. Синяя, красная, зеленая. Да, в принципе, хоть серо-буро-малиновый цвет. Выбирайте сами. Когда впервые садишься за руль Q7, то немного смущает размещение торпеда. Видимо, конструкторы хотели придать Q7 образ легкового автомобиля. В итоге торпеда практически ложится на колени, а линии окон, наоборот, приподняты. И поначалу кажется, зачем они так? Это же кроссовер. Но потом быстро привыкаешь и не понимаешь, как оно могло бы быть по-другому. Уже два дня езжу и не мог понять, кого мне так напоминает интерьер. Вспомнил, Passat B8. Очень много общего. Дефлекторы через все торпеда, экран еще вместо панели приборов и даже линии подсветки. Нашу машину внутри очень меняет пакет S-Line. Казалось бы, мелочь. Черный потолок, но так добавляет уюта. Как я люблю. Обратите внимание, как завален экран в панели приборов. Слегка непривычно, но зато бликов на нем никогда не бывает. Монитор реально огромен и дает столько информации и функционала, что привычный центральный дисплей оказывается почти ненужным. Ведь сюда теперь даже карты навигации выводятся. А гляньте, сколько кнопок на руле. Больше, пожалуй, только у Peugeot. Вы спросите, удобно ли это? В машине фактически нет тачскринов. Да и черт с ними. Практически за каждую функцию отвечает отдельная кнопка. Да, их очень много, но запоминаешь за два дня. По-моему, это быстрее и удобнее, чем рыться в меню мультимедийки на экране, разыскивая подогрев руля или отключение ESP. Рычаг коробки одновременно является упором для руки, чтобы в движении пользоваться джойстиком и тачпадом. И это реально удобно. Я уже приловчился, не глядя, вбивать в поиск улицы и контакты в телефоне. Супер. У нас в машине стоит система Bose с усилителем и сабом в багажнике. Звучит отлично, но чтобы поймать настоящий кайф, нужны еще грибочки. Ну, вы же меня поняли, имею в виду Bank & Olufsen. С эргономикой все отлично. Особенно после Touareg'а посадка для меня здесь как родная. Хотя, единственное, Q7 внутри кажется намного шире. Да и дверной проем немножко больше, что с моим ростом не может не радовать. Короче, за салон ставлю твердую пятерку. В моем личном рейтинге Q7 уверенно делит первое место с XC90. Да, Volvo за счет обилия кожи на торпедо и дерево выглядит роскошней. Но Audi реально качественно не собран. И к тому же делает абсолютно всех по удобству и скорости работы системы. В рейндж-ровере все портит мультимедиа. Салоны Mercedes я не люблю, BMW не понимаю, а Cayenne, ну, уж слишком спортивный. В этом поколении Q7 еще увереннее входит в список машин для езды с водителем. Да, на втором ряду это еще далеко не рейндж-ровер. И тем более не S-класс. Но 200-му крузеру и LX Q7 запросто даст фору. Вот они, плюсы длиннющей колбасы. Место здесь просто навалом. И это при том, что у меня рост 1,93 м и переднее кресло настроено под меня. Столько места я уже даже не припоминаю в других машинах. Это супер. Итак, три раздельных кресла, как всегда, выглядят не очень уютно, но на самом деле очень удобные. Наклон, регулировки, дефлекторы здесь и там, четырехзонный климат, высокий подлокотник, подогрев. А еще здесь могут быть и фирменные съемные планшеты. Но есть и замечания. Тоннель все-таки высоковат. И, конечно, хотелось бы электропривод спинок сидений, как в новом Lexus RX. Да, балованные мы уже. Недавно посмотрел тест Петровского, где он реально обосрал XC90 и спел ОДУ Ауди. Я тогда подумал, что это заказуха. Как вы знаете, мы не берем денег за тесты. Ауди, в принципе, даже на инфокаре рекламу не размещает. Поэтому я, как всегда, не предвзятый, могу говорить абсолютно то, что думаю. А думаю я, что на дороге это самый сбалансированный автомобиль в классе. Невероятно сбалансированный во всем. Он одновременно динамичный и экономичный. Невероятно комфортный и при этом хорошо рулится. Не могу сказать, что он лучший в каждой дисциплине, но он великолепен в сумме. Несмотря на то, что мощность двигателя номинально практически не увеличилась. Здесь 249 лошадок. Но разгон до сотни заявили в рамках 7 секунд. 6,9 по паспорту. И достигнуто это, конечно же, в первую очередь за счет снижения массы. Более чем на 3 центнера. И, я думаю, все-таки есть заслуга новой коробки передач. Но в любом случае, эту цифру надо проверять. Мы разогнались ровно за 7 секунд. То есть, фактически подтвердили характеристики. Это даже быстрее, чем Каен с таким же мотором. При этом расход у Ауди заявлено пол-литра меньше. Да, конечно, по факту получается немного больше. Где-то 9-10 по городу. Но, согласитесь, для этого класса очень хорошо. Однако, не стоит искать Q7 Sport. Может, в будущем мы и получим версию S или RS. Возможно, с мотором 4.2. Но пока на первом месте здесь комфорт. Субтитры создавал DimaTorzok